раз 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 привет youtube меня зовут алексей тараненко как вы возможно знаете вдохновившись примером димы коваленко я решил в этом году рассказать о своем увлечении шоссейным велоспортом дима заново открывает для себя мтб я же пятый год шестой год катаюсь на шоссе и вот в этом году решил подробно рассказать о том почему я это делаю почему мне так нравится шоссе рассказать о том как я планирую свой сезон какие будут в этом году гонки что я собираюсь делать какой контент по этому поводу пилить и почему шоссейный велоспорт это то чем круто и хочется заниматься и почему я хочу чтобы как можно больше людей в украине и за ее пределами катались на шоссе и открывали для себя этот замечательный вид спорта надо сказать что меня шоссейный велоспорт покусал еще в детстве я очень любил смотреть tour de france и другие гонки которые тогда показывали по телевизору это была эпоха лэнса армстронга который разрывал всех и честно сказать я никогда даже не мечтал о том что я тоже буду кататься на шоссе и вырос маленьком городе и для меня это было что-то заоблачное из разряда полета в космос но тем не менее очень любил представлять себя гонщиком опускал руль на своем детском велосипеде представляю что я еду на разделке много раз из него падал из-за этого но вот такая вот была мечта которая куда-то сама по себе канула вплоть до 30 лет когда так получилось что я увлекся триатлоном который был на тот момент в моем окружении очень популярен побаловался в него где-то год полтора и решил что велосипед не нравится больше всего потому что это мое а плавание бег уже такое не совсем моё и уже в процессе когда я катался участвовал в первой своей киевской сотки это было вообще первая моя шоссейная гонка и где-то в середине гонки меня накрыло это ощущение что вот ты в гонке ты на шоссе и пусть и никогда не участвовал профессиональных гонках и никогда уже не поучаствуешь но все равно это было настолько круто что я сохранил это спустя пять лет каждый раз когда я еду в тренировку с друзьями или гонку или еще что-нибудь она все равно во мне присутствует и как будто это реализовалась та самая моя детская мечта шоссе это круто шоссе это скорость это большие расстояния это ветер в лицо это люди с которыми ты знакомишься и это действительно очень классный спорт катаюсь на шоссе шестой год начал в 30 лет до этого никаким спортом не то что систематически а в принципе никаким спортом не занимался но вот это меня все засосало и стало очень интересно я пробовал тренироваться по-разному некая систематичность в этом была но всерьез сказать что я тренировался нельзя да и наезжал там пять шесть тысяч километров в год но только в прошлом году когда я начал кататься снова образованным велоклубом эшелон можно сказать что начал тренироваться по-настоящему очень удивился насколько быстро я могу прогрессировать насколько я на самом деле хорошо могу кататься потому что какую-то базу я уже заложил и все это привело к тому что я не только стал частью этого велоклуба но и вместе с командой так получилось что на последней киевской сотке которая для меня всегда является главной гонкой заканчивающий сезон я приехал на третье место в своей возрастной группе мужчины от 35 до 39 лет и вот впереди новый сезон который я реально предвкушаю меня переполняют эмоции я очень хочу чтобы он получился и хочу делиться этими эмоциями с вами в этом влоге и рассказывать о том какой крутой шоссейный велоспорт украине какой большой прогресс произошел за те пять лет что я катаюсь если сравнить первую гонку в которой я ехал в которой было 200 человек на шоссе и последнюю киевскую сотку в которой я участвовал где было уже больше тысячи человек на шоссе это реально огромный прогресс появилось много новых велоклуб не то что новых появилось много велоклубов смотришь на гонки едут люди в разной форме от разных команд какое-то командное соревнование то есть в украине реально культура шоссейного велоспорта растет и прогрессирует и очень нравится мне что я часть этой культуры я хочу внести посильный вклад в ее развитие поэтому я начал серьезно готовиться к этому сезону впервые пошел в тренажерный зал пытаюсь согнать как обычно набранные за праздники килограммы меня внезапно очень прет и никогда не хотел ходить зал не казалось что это очень тупо но реально мне очень нравится и когда вы смотрите это видео я скорее всего нахожусь в испании на шоссейных сборах вместе с клубом эшелон о чем будет естественно отдельное видео или даже не одно и как я уже говорил меня просто переполняют эмоции от того каким может классным стать этот сезон и у меня огромные планы по контенту по гонкам и всем этим я буду делиться в этом видео проекте поэтому уже можно присоединиться к какому-то велоклубу поискать тренера по рекомендациям человека который реально поможет вам подготовиться к сезону начать кататься и поможет даже выбрать велосипед если вы еще этого не сделали свой велосипед в этом году очень хотел поменять но решил что пока еще моя старенькая пинарелла поездит сделал ей большое то поменял звезды передние на более мелкие и поставил назад горную кассету потому что первый выезд будет сразу в горах испании я не очень бы хотел там умирать поэтому у меня теперь расчет 50 34 спереди и 1232 сзади то что надо как говорится кассета 1232 лучший друг мамила в то время как по киеву я ездил на 52 36 спереди и 1128 сзади но горы есть горы думаю что для первого выпуска это вполне достаточно следующую серию пока вы будете смотреть эту я буду снимать уже в испании о том что такое горные сборы как наша команда эшелон готовится к новому сезону в каких гонках я планирую участвовать в этом году и солнечной испании буду передавать вам всем большой привет всем пока до новых встреч в этом видео проекте